Я в который раз приветствую вас на нашей стройке. Сегодня у нас шестая серия нашего замечательного фильма «Строим баню для родителей в подарок». Сегодня мы с вами будем класть кафель. Кафель, керамика, блин. Ну, я буду называть, наверное, в фильме это кафелем всегда, потому что я, ну, не кафелеклад. Но тем не менее... А, вот смотрите, дырочка, да? Будете строить баню? Смотрите, видите косяк? Тут у меня лежала металлическая трубка, и её задели. Вот сейчас надо это всё заклеить. Углы ещё текут, потому что с той стороны мы не запенили стену. Утеплили хорошо, но тем не менее плохо запенили. На самом деле просто беда в том, что там находятся трещины в стене внешне, и они внутри запенены, снаружи нет. Это почему я вам рассказал, потому что вы это будете сегодня часто видеть, эти моменты, и будете на это акцентировать, возможно. Внимание можете не акцентировать, потому что эта проблема уйдёт. Керамика будет такая, и была мысль, она как бы и сейчас ещё есть, раскладывать это прямым вариантом. Ну, вы уже видите даже сейчас, да? Прямой вариант имеет небольшую погрешность, нравится он мне тем, что это проще. Это реально проще. Прям вот намного. Чем он мне не нравится? Тем, что стены уже были залиты, и они были залиты неровно. И я, конечно, старался по максимуму выровнять, но сделать это прям по диагоналям до нуля, это просто нереально. Тут баня станет очень маленькая тогда. Поэтому, если я положу прямо керамику, в каких-то местах она будет обрезаться, в каких-то подрезаться, и это будет, наверное, не совсем хорошо. Хотя, с другой стороны, никто это замечать-то и не будет, только вот в момент кладки. И у меня возникла мысль, а если ее взять, 45 отпилить и укладывать вот таким путем? Это будет сложнее, тяжелее, дольше, но, наверное, это будет правильнее. Надо подумать. Сейчас определимся. Это же видео не обучающее, верно? Вы же это понимаете? Я с вами сегодня первый раз кладу керамогранит на пол. Ну, действительно, я делал когда-то кафель, но это было еще в очень юном детстве и не совсем обдуманно. У меня дилемма. По моему мнению, все стены кривые. Они, конечно, не так кривые, что прям кривые, кривые, кривые. Они просто имеют определенные отклонения. И все стены, короче, немножко завалены. Ну, немножко, но в рамках керамогранита они показывают очень неприятные такие завалы. Поэтому моя мысль все-таки заморочиться и класть керамогранит под 45 градусов. Укладка в 45 градусов, она требует очень большого количества резаных граней. То есть, она сейчас придется всю плитку перерезать в 45 градусов. Давайте мы хотя бы попробуем. Мне дали временно вот такой аппарат. Очень хорошие ребята. И я хочу попробовать пользоваться им. Но, блин, короче, мне страшно. Но, как говорят везде, пока не попробуешь, не поймешь. Поэтому надо пробовать. Чтобы перепилить плитку, мы берем керамогранит. Вкладываем его здесь в уголок. И здесь укладываем тоже на 45, да? Первые такие неумелые действия у меня. О, ес! У меня получилось. Ладно, едем дальше. Теперь мне таких плиток надо сделать просто кучу. Я же вам должен показать умысел мой. Смотрите. Теперь вот эта плитка, она будет ложиться вот таким вот путем. и никто никогда не узнает, какие стены были у нас кривые, какие прямые. Почему я решил это делать так? На самом деле душа у меня поет. Потому что изначально я сейчас думал, все, буду, короче, класть вот таким путем. Вот таким будет криво и фиг с ним. Мы привыкнем и все будет хорошо. Но душа говорил, Дэн, блин, ты делаешь один раз и делаешь это родителям. Короче, не лажай, не это, ну, в общем, не спеши. И просто делай это хорошо. Делай это на совесть. А самое главное мое выражение, которое я всегда произношу всем, когда мне говорят, слушай, давай по-быстрому сделаем, хотя бы так, пока временно. Я говорю, ребят, я или делаю хорошо, или не делаю вообще. И вот этому правилу я придерживаю всю свою стройку 6 лет. И еще одна фраза, которой я придерживаюсь. Я сам по себе человек, который все время торопится. Даже если я начинаю хорошо, в конце я, короче, делаю все быстро. И меня это бесит. И я все, закончил все. Мне надо все быстро победить, быстро сделать. И я пришел еще к одному главному заключению. Вот я чувствую, что все, я погнал. И я останавливаюсь и говорю, все, завтра. Все, в следующий раз. Отхожу, даю какое-то время отдохнуть. И потом с новой творческой мыслью уже подхожу к вопросу. Именно вот это головомучение меня привело к тому, что надо все-таки делать так. Большое спасибо тем, кто в Инстаграме посоветовали мне не покупать больше вот этот магнитофон, а взять себе нормальную колонку с аккумулятором. Она такая просто бомбическая, я ее посадить не могу. Мне хватает ее на два полных дня работы. А, кстати, да, все наши вот прям свеженькие новости, свеженькие видосики, вы чаще всего, те, кто подписан на Инстаграм, а он вот прям вот-вот-вот по описанию, вот-вот прям вот-вот он, вот он, видите, вот он, вот. Вот в этот Инстаграм подписывайтесь, и здесь вы будете видеть все прям новости, которые я выкладываю. То есть видео еще даже не вышло, а мои мысли, ваши советы, будущие спойлеры по видео, они уже здесь, в самом Инстаграме. Поэтому подписывайтесь, друзья, и смотрите нас еще в Инстаграме. Так, ну а я продолжаю колоть плитку и слушать музыку. Ребята, казалось бы, секрет успеха настоящего кафеля-укладчика это ровные руки, холодная голова и горячее сердце. На самом деле есть другой секрет. Это специальная ломаная линейка. Стоит она на китайском сайте на букву А 150 рублей, примерно столько. Но это так удобно! Она ровняет углы. Я раньше, когда я делал еще 10 лет назад кафель у себя в квартире, я не знал про такое чудо-изобретение. Мне приходилось вырезать шаблоны из картона. В данном случае любые, любые косоугольные соединения ей делаются просто на ура. Я сейчас прохожу порную, у меня душа поет, потому что это делается очень легко. Так, вы уже видите, как на полу раскладывается плитка. Она не приклеена. Я решил пойти легким путем, который я где-то когда-то увидел, и мне очень понравилось. Сначала делается полная шаблонная раскладка, потом это маркируется или откладывается по углам, и начинается укладка кафеля. Скорость, оперативность, много моментов, много нюансов, которые вы просто исчезают из вашей жизни, потому что сложностей никаких нет. Вы начинаете уже намазывать и укладывать прямо по готовому шаблону. Вам остается только прокладывать крестики и выравнивать слои. Кстати, напомню, в парной и мойке обязательный уклон в сторону трапа. Это важно. Ну, а я с вашего позволения продолжу. Сейчас записываю не для вас, а записываю для себя на будущее, потому что я 100% буду пересматривать видос перед тем, как класть кафель у себя дома. На той стройке, на которой мы с вами обычно и строим. Дэн, не забудь, пожалуйста, первым делом сначала сделать шаблонную раскладку плитки, потом ты просто намажешь раствор и приклеишь ее всю сразу. И у тебя уйдет тысячу раз меньше времени, чем ты подгонял бы каждую плиточку отдельно. Используй эту мысль. И второй момент. Приобрети, пожалуйста, раскроечный стол, который можно под скоростью пилить. Ну, поняли, да? Блин, не знаю, как называется. Короче, купи его перед тем, как класть кафель в ванной. Потому что пол это одно, а когда будешь стены и углы выводить, это совсем другое. Простой болгаркой ты не справишься. Или справишься, но будет некрасиво. Купи. Копи на эту штуку, Дэн. Копи. Все. В чем плюс такой методики? Мне хватило трех часов, чтобы всю комнату отстрелять и сделать все углы. А углов здесь, поверьте мне, немало. И углов, и косых проемов, и стен и так далее. То есть проблем много. И тем не менее, я справился. Сейчас то, что пойдет по периметру, то, что неровными плитками, я разложил вдоль стены. И теперь мне никак их не перепутать. Ровную керамику я сложил в такие пачки. Теперь, друзья, ну вообще максимально все просто. Очищаем всю поверхность от любых камешков, выпуклости и так далее. Это все убираем. Приготавливаем крестики. Приготавливаем вот такие вот... Сейчас вам покажу классную такую штуку. Я, конечно, уже не новичок в вкладке. Я уже это делал, но очень давно. Но я хочу протестить вот такой невский крепеж. Есть невские, есть импортные такие крепежи. Мы берем вот такую штуку. Между керамических плиток мы вставляем. И потом вот этой штукой вот так зажимаем между двумя плитками. И получается, что они очень ровно стягиваются. После чего, когда у меня все готово, я держатели убираю, а это просто сбиваю киянкой. Эти крепления очень легко рвутся у основания. Так что для ровных поверхностей, где будет сложно, я буду использовать этот крепеж. Где этого не нужно будет, я его использовать не буду. Все просто. Давайте с Богом начнем. Использую простой плиточный клей геркулес. Стандартный. Ничего тут выпендриваться не стоит. Ну, по мне так. Добавлять никаких присадок я в него не буду. Просто геркулес, просто плитка, просто я. Надеюсь о том, что смесь, приготовленную, надо еще раз перемешивать. Через 5 минут после первого перемешивания, я думаю, рассказывать даже не стоит. Как и про то, что необходимо загрунтовать поверхность. Сейчас немножко дожидаемся, когда это подсохнет, и начинаем класть кафель. В принципе, она уже подсохла, но надо дать ей еще буквально 5-10 минуток. Что интересно, те места, которые я прогрунтовывал дегидролом в свое время, вот по ванной, они не впитывают воду вообще. Ну, правильно, это же гидроизоляция. Эта штука поднята у нас на высоту керамики, и к ней надо подойти в ноль, либо чуть выше, но ни в коем случае не ниже. В тех местах, в угловых, надо подняться прям повыше. Поэтому я замешал сразу два мешка раствора, и сейчас буду там накладывать раствор больше, прям такой жирным слоем. Здесь будет уже слой стандартный, прям вот под 6 миллиметров. Буду вести по полу. Там сделаю выше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вначале-то все было здорово, а потом вдруг все пошло не так, как хотелось бы. Поэтому я все-таки достал вот эти установки. 40 штук идет на квадратный метр. Но я решил использовать их вот в таком ключе с целью экономии. Посмотрим, что будет. Но они уже дают ровность дополнительную. Я сначала думал, что это все блажь, и смысла от них никакого нет, но вы знаете, по-моему, она работает. Хоп, и все, и она ровненько встает. Да, на коленнике, блин, забыл настройки у себя. Это косяк. Ну и работаю без перчаток, потому как, ну серьезно, мне что-то так удобней. Может быть, не очень хорошо, но так мне удобней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, о чем подумал? Всего лишь на одну секунду. Друзья, три серии назад помните, как выглядела наша баня? А четыре серии назад, как она выглядела? И какая она сейчас, а? В последнем видосе мне написали, что я хвалю сам себя. И я подумал, наверное, когда я говорю, как же здорово получается, наверное, в этот момент я хвалю себя. Я не знаю, ну, показалось так нашему зрителю. Друзья, я, конечно, исправлюсь, я больше не буду этого говорить. Если это так звучит, так что сорян. Я не хотел этим самым себя хвалить. Я просто воздоргаюсь тем, что получается. Ну, если это выглядит как самохвальство, я дико извиняюсь. Вы, может, сейчас тоже видите, что я кладу большими такими кусками. Ребят, это я делаю только в тех местах, где нужен сделать уклон. То есть здесь уже возле трапа слив будет минимальный. Прямо вот минималочка. А там, да, там приходится задирать, чтобы вода сходилась к трапу. Сейчас даем всей этой работе просохнуть. Выдергиваем клиния, протираем швы и начинаем затирочку. Здесь я еще замажу и опустится имитация прям заподлицо. Поэтому тут и красоту не стал наводить. Я не стал все это делать вчера вечером, как хотел изначально. Дал высохнуть материалу. Но есть возможность пока еще вот это все почистить. Поэтому что мы делаем? Убираем клиния. Убираются они очень легко. Взбиваем лишнее. И все. Кстати, друзья, вот эти клиния, они еще пригодятся. Их не выбрасывайте. Вот эта штука, конечно, на выброс. А клиночки надо собрать. Они многоразовые. Наш пол подсох. И теперь хорошенько его пылесосим. Итак, друзьяшки, приступаем к самому приятному процессу. Это затирочка. Я выбрал... Ну, короче, я все делаю геркулесом, потому что это самый доступный вариант. И он по цене просто, ну, нормально. Затирочку выбрали серого цвета. Так, мне надо будет много. Такой резиновый, возьмите, шпателек. Вещь очень нужная. Побольше водички. Сделаем прям побольше. Чтобы пожиже была смесь. Хотя есть определенная пропорция необходимая. Но мы как раз к ней сейчас и придем с вами. У меня много будет затирки, потому что еще края все надо пройти. Так, ну, наверное, нехорошо, что я начал это делать в таком ключе, этой резиновым шпателем. Но у меня есть чем руки вытереть. И я сейчас одену перчатки после этого дела. Надо погуще. Пока я баньку делаю, я сейчас заморочился и вызвал техников по газу. В общем, мне сейчас сделали топосъемку по участку. И сейчас будет готовиться проект на газ. Поэтому скоро я вам смогу такую еще информацию дать, кому интересно. Конечно, это не перемешивается таким пателем. Ну уж раз начал. Ручки заморать придется, блин, немножечко. Но, смотрите, однородная смесь получается. Как-то она вот так и должна выглядеть на самом деле. Насколько я помню. Высыпаем в воду сухую смесь из расчета 2 килограмма на 0,66 литров воды. Нужно выдержать в течение 3-5 минут. Ну, после выдержки приготовленную смесь повторно интенсивно перемешать. И использовать по назначению. В принципе, то, что мы и делаем. Я же хочу попробовать вот такой вот шприц советский для тортов. Хочу попробовать наносить им. Поэтому мне надо сделать чуть пожиже. Потому что мне нужно это все в щелке пролить. И теперь я заряжаю аккуратненько. Так, оп, вот так, оп. Ребят, как думаете, получится, нет? Ну, я думаю, вытащить ее оттуда никогда не поздно. Ну, похоже на то, что, наверное, может даже и получится. Закрываем. Ага. Все, заряженная смесь. Уколчик сейчас будем делать нашему полу. Ух ты, работает! И прям заходит во все-все пазики. Мне это очень нравится. Это хорошо. И не так сильно мараю. Останется потом протереть и все. Что хочу сказать. Резиновым шпателем замазывает так же прикольно, как и шприцом. По сути, по трусу затратам получается то же самое. Единственный минус у шпателя от того, что устает кисть. В остальном получается даже не очень-то уж и плохо. Так, промазали, собрали. Еще промазали, собрали. Даже если я зашприцовывал все таким образом, я все равно потом вдавливал это шпателем. Поэтому без него никуда. От использования вот этих клиньев фирменных есть один большой минус. Когда вы приклеиваете все четыре плитки, какая-нибудь обязательно норовит быть ниже. И когда вы распираете все это клином, то эту плитку, которая оказалась ниже, поднимает в уровень со всеми. И что получается? Ее просто отрывает от раствора. Именно такая беда случилась у меня с тремя плитками. Мне пришлось их переделать. После того, как это все высохло, подошел, начал простукивать, слышу пустота. Ее оторвало. Поэтому вот по неопытности можно попасть на такую нехорошую вещь. Следите за этим моментом, чтобы у вас так не произошло. Друзья мои, пожалуйста, не сочтите этот видеоролик. За какой-то поучительный, какой-то строительно-объяснительный. Это просто следующая серия нашего проекта «Баня в подарок». И я должен был работу эту сделать. И, по-моему, она уместилась у нас в целый видос. В следующем видео мы с вами установим двери. А может даже две. Да, установим с вами две двери. Доделаем этот проем. Почему мы ее не устанавливали? Потому что было пыльно, грязно. И второй момент. Мы поставим с вами вот эту дверь стеклянную и доделаем вот этот проем. Да, это будет следующий видос. Или через видос, а между ними я что-нибудь вставлю такое интересное с нашей той стройки. О, руки стягивает. Работайте всегда в перчатках. Мы дожидаемся 20-30 минут после того, как я это сделал. И влажной тряпочкой снимаем весь раствор. И все, у нас все готово. И останется только нам пройти периметр. Я изначально объясню. Хотел здесь клеить тоже кафель. Но потом я подумал, а нафига он тут нужен? В принципе, если мы это обработали с вами гидрозащитой, это мокнуть не будет. Осталось только здесь сделать небольшой клин. То есть подмазать это растворчиком. А здесь стенка пойдет у нас прям заподлицо. Прям к кафелю. Не доходя одного сантиметра. Поэтому клеить здесь что-то я, наверное, не буду. И смысла в этом нет никакого. А как получилось, пишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, когда я начинаю говорить, как получилось, все говорят, что себя сам хвалишь. Ставьте оценки, ставьте лайки. Друзья, если вы поделитесь этим видосом, я буду крайне благодарен. Потому что наш канал чуть-чуть поднимется в рейтинге. А это же наше с вами вместе детище. Мы же с вами его растим. Растим для наших будущих поколений, которые тоже будут что-то делать своими руками. Сейчас я это протираю. Через трое суток затирка приобретет тот самый цвет, который нам необходим. И у нас будет готовая чаша к бане. И дай бог, чтобы мы сделали правильный уклон. Потому что, если я где-то ошибся, родители меня не поймут. Так как вода будет скапливаться в какой-то из стенок. Очень не хотелось бы. Считайте, два дня ушло у меня на эту замечательную работу. Я рад, что я сейчас перейду к новому уровню, к следующему уровню. Осталось только еще через часик примерно пройти все шовчики. Но это уже прям тряпочкой влажной делается прям в две секунды. Об этом даже рассказывать нечего. Давайте я вам небольшую экскурсию по баньке проведу. Вот такая она у нас получается на сегодняшний день. Здесь будет, как я уже говорил, дверь, стенка. Здесь будет большой полок такой лежачий. И здесь будет мини-полок для чана с водой. Ну, чего-то такого. Вот эта вся часть уже будет деревянная. Это уже не кирпич. О, как он прогрелся классно. Такой теплый, клевый вообще. Прям приятный. Хотя всего-то подкидывали два раза. Ну и все. И установив двери, мы с вами начнем зашивать стены. По факту материал, который останется, мы пустим с вами на потолок. Может быть он будет двухуровневый. Потому что я не знаю, сколько материала у нас останется по длине. Не буду долго затягивать наш диалог. Друзья, пожалуйста, поделитесь этим видео с вашими товарищами. Теми, кто строит или планирует строить. Я буду очень рад. Спасибо всем большое за внимание. За то, что посмотрели. За то, что поставили лайк. За то, что напишите сейчас комментарий какой-нибудь гневный. А может быть положительный. Буду очень этому рад. До скорых встреч. Пока-пока.